МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вести Ульяновск в прямом эфире. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Быть мамой тысячам детей. Сегодня у воспитателей детсадов профессиональный праздник. Новая аллея на улице Гончарова. Акция посади и вырасти свое дерево продолжается. Путешествия открывают глаза на мир. Как отметили Всемирный день туризма в Ульяновске, расскажет Кристина Кафонова. Сегодня 27 сентября во всей России отмечается общенациональный праздник, День воспитателей и всех дошкольных работников. Сейчас в Ульяновске действует около 130 детских садов. В одном из них побывала наша съемочная группа. Это детский садик номер 136, что на улице Радищева. Не так давно здесь прошел капитальный ремонт. Появились и новые игрушки, мебель и, конечно, новое оборудование. Но все же определяющим фактором остаются кадры. У большей части работающих здесь педагогов первая и высшая категория и огромный опыт. Рухводит детсадом Валентина Блабулина. Сначала она хотела устроиться сюда няней, но ей предложили должность воспитателя. И вот уже 38 лет она трудится здесь, 29 из которых в качестве заведующей. Признается, главное в этой работе – любовь к детям. Это, конечно же, доброта, чуткость и внимание. Любовь к детям даже не обсуждается, потому что без любви к детям люди, приходя в детский сад, не остаются работать дальше. Они понимают, что это не их участь и уходят быстро, не могут здесь работать. А люди, которые любят детей, остаются здесь. И это уже практически навсегда. По стопам Валентины Васильевны пошла ее дочь – Юлия. Еще будучи ребенком, она точно знала, чем хочет заниматься в жизни. Естественно, опыт мамы мне помог в выборе моей профессии. И в этом году стаж уже моей педагогической деятельности – 20 лет. Мы любим свою профессию. И мы поэтому счастливые люди. Мы родом из детства, которое никогда не заканчивается. Стоит отметить, что в Ульяновске особое внимание уделяется системе дошкольного образования. Только в 2016-м на подготовку детских садов к осеннему сезону было выделено более 34 миллионов рублей. И произошли ремонтные работы, и на пожарную безопасность, и против терроризма, и многие-многие другие мероприятия, чтобы действительно детские сады открыли свои двери и приняли детей в красивые, уютные детские сады. К слову, в этом году выдано 8081 направление для детей в детские сады. И сегодня не только родители, но и сами ребятишки поздравили воспитателей с их профессиональным праздником. Антон Никитин, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Торжественные мероприятия прошли и в детских садах, и во Дворце творчества детей и молодежи, где дошкольных работников наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. В их числе и Ольга Панькова, заведующая детским садом «Радушка». Наша съемочная группа накануне награждения посетила этот островок детства и пообщалась с дошколятами. Где Елена Николаевна? Ну-ка покажи. Самая большая. А ты где? Ежедневное детство на протяжении всей жизни. Дошкольные работники, выросшие из своего нежного возраста, сами продолжают дарить незабываемые детские впечатления малышам. Ольга Панькова всегда душой и сердцем тянулась к детишкам. Как признается заведующая детским садом «123 Радушка», она, уже учась в школе, бегала к подружкам-дошколятам. Жизнь всегда рядом с детьми, которых Ольга Александровна окружает чутким теплом, заботой и вниманием. За 24 года педагогического стажа к душевным качествам прибавились и профессиональные. Хоть это и такое не очень хорошее качество, я думаю, что терпение. В первую очередь, потому что здесь действительно нужно быть мудрым, нужно быть чутким. А с годами действительно приходит такой опыт, потому что нужно каждого выслушать уметь. И родителя, и педагога уметь выслушать. Каждому найти свой подход, так же, как и воспитатель, ищет подход к каждому ребенку. Он ищет ключик к каждому ребенку, а мне приходится искать ключик к каждому педагогу и к каждому родителю. Начала свою работу Ольга Александровна воспитателем, потом работала заместителем заведующей. И вот уже 7 лет руководит этим островком детства. Как признается сама Ольга Александровна, она нисколько не пожалела, что выбрала именно эту профессию. И сегодня заведующая «Радужкой», как и все дошкольные работники, принимает поздравления и от своих юных воспитанников. И если вдруг родители задержатся в пути, с ребенком вы останетесь, не сможете уйти. Спасибо вам огромное, поклон вам и почет. Вас поздравляем с праздником и пусть во всем везет. Торжественные мероприятия прошли и во Дворце творчества. Там поздравил дошкольных работников и вручил им благодарственные письма, а также почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, глава региона. Я всей души благодарю вас за вашу непростую работу, за вашу мудрость и доброту, за ваш энтузиазм и вдохновение, за вашу безграничную любовь и колоссальное терпение. Сергей Морозов отметил, что как раз на дошкольных работниках лежит большая ответственность за будущее детей, ведь самые яркие воспоминания о большинстве ребятишек начинаются именно с детского сада и любимого воспитателя. Виктория Дронова, Мария Сафронова, Александр Абрамов, Герман Баранов. Вести. Ульяновск. И к другим темам. Более трех тысяч деревьев и кустарников посадят этой осенью в Ульяновске. Первая кленовая аллея уже приживается в микрорайоне Репина. А сегодня деревья высадили в центральной части города. Специально для этого на улицу Гончарова завезли дополнительный грушет. Планируем всего посадить 72 дерева. Это деревья крупномерные, высотой 2,5 метра. Для того, чтобы посадить, провели подготовительную работу. Подготовили места для посадки, заменили корнеобитаемый слой. Где-то на 60 сантиметров завезли растительного грунта. Так в регионе продолжается осенний этап традиционной акции посадей. Вырасти свое дерево. При составлении плана посадок зеленых насаждений, учли прежде всего обращение и заявки самих горожан. Липа, каштан, клен, ясень, тополь, пирамидальные, и воплакучие, шаровидные, еле обыкновенные колючие, десяток сортов. Сажать все это будут в парках, скверах, на бульварах, улицах, во дворах, домов, больниц и школ. Акция по озеленению города продлится до 1 ноября. Презентовали коллекцию с дверцы домашнего холодильника и туристический маршрут года. Ульяновск сегодня вместе со всем миром отметил День туризма. Праздник объединения всех народов известен в большинстве стран мира уже более 30 лет. В нашем городе представили выставку магнитов мировых стран. Открылась она в Кровеческом музее. И оценили самые креативные туристические маршруты. Кристина Агафонова подробнее. Еще 8 лет назад он и представить не мог, что украшения холодильника займут целую витрину в зале музея. Домашняя коллекция учителей географии началась с фарфорового Пятигорска. Материал уж больно понравился. Сейчас в загранпаспорте путешественника отметки 29 стран. Но найти подобный сувенир удается далеко не в каждой. Но Сергей Бураков удивляется. Самые дорогие экспонаты приобрел не за океанами, а в городах родной страны. Некоторые магнитики сделаны из очень ломкого материала, например, из глины, плохо обожженной, так сказать, таким кустарным способом. Но они самые дорогие, поскольку они аутентичные. Когда собираешь открыточки или какие-нибудь значочки, это все лежит в коробочках где-то в столе и не видно. А здесь холодильник на самом виду. И когда все заходят, обращают внимание на мой холодильник. Мне приятно. Для тех, кто еще не готов к длительным путешествиям, регион представляет почти полсотни своих маршрутов. Пешие и водные, познавательные и даже оздоровительные. Все, чтобы увидеть новый смысл в знакомых пейзажах и архитектуре. Морюши, привет! Пойдем работать. Свой туристический бизнес Любовь Кулакова открывала с двух лошадей. Теперь в Новой Конюшне уже десяток. Конные маршруты проложили по живописному русскому берегу. Учли как пожелания новичков, так и интересы более опытных всадников. Это модно, а кроме того, это приятно, это здоровый образ жизни. Очень многие горожане стремятся просто в выходные куда-то выйти, просто вырваться из города. У нас город тоже все больше и больше растет, и просто хочется людям вырваться из города. А у нас и природа, и лошади – это, конечно, замечательно. Свою оценку ставят и эксперты. Проект «Верхом к здоровью» признают лучшим туристическим маршрутом этого года. В рамках уже второго конкурса рассмотрели 12 заявок. В День туриста награждает самых креативных. В этом году проекты более креативные, я могу сказать, и мнение экспертов, собственно, сводится к тому, что мы переходим от, собственно, культурно-познавательных маршрутов к культурно-оздоровительным, к познавательно-спортивным. Туристическая отрасль Ливианской области сейчас активно развивается. Мы можем сказать, что по результатам первого полугодия мы показали рост порядка 12% въездного туризма, и порядка 6% на 6% больше к нам приехало иностранных туристов. Однако пока Ульяновск продолжает оставаться на 40-й строчке в рейтинге туристических городов страны. Региональные власти готовы поддержать активный отдых рублем. Финансирование отрасли уже в следующем году обещают увеличить в три раза. Сегодня православные отмечают большой праздник – обретение и воздвижение животворящего креста Господня. Четвертый век нашей эры, 27 сентября. В Иерусалиме открывается храм в честь воскресения Христова. Его воздвигают после того, как животворящий крест, на котором был распят Иисус Христос, наконец-то найден почти через 300 лет после распятия. Равноапостольный император Константин, одержавший победы в трех войнах, видел на небе знамение – крест с надписью «Сим Победиши», после чего решил отыскать истинный крест, на котором был распят Иисус Назарей. В Иерусалим на поиски отправилась мать императора и после долгих скитаний отыскала место, где был зарыт животворящий крест, гроб и гвозди, пронзившие тело мученика. Сегодня частицы креста находятся в нескольких храмах по всему миру. Самая большая из известных частей рядом с Голгофой – в храме гроба Господня. Лебедь-шипун на свободе. Здоров и полон сил. В Ульяновской области орнитологи после длительного лечения выпустили обратно в воду белоснежную птицу. Напомню, пациент в Симбирский центр спасения поступил из Мелькесского района. Лебедя подобрал местный житель. Птица не могла летать, ходила кругами, выворачивая голову и падала на бок. Врачи выяснили причины и оказалось воспаление внутреннего уха. Сейчас птица выздоровела. На этих кадрах видно, как активно ведет себя лебедь перед встречей с природой. В общем, место… Куда в кусты побежал? Выплывает. Вот, вот, вот. Орнитологи выяснили, семья их пациента все еще на месте. Лебеди должны принять своего родственника в прежнюю стаю. За процессом приобщения решили наблюдать и специалисты, и неравнодушные местные жители. О погоде далее. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области от 4 до 9 градусов. В Ульяновске 6-8. Завтра днем по области от 8 до 13 градусов. В Ульяновске 9-11. Премьера сериала на телеканале России прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. До свидания. Почему вы мне никто не верите? Дима жив. Кофе свари, пожалуйста, Алина. Алина, а где моя бритва? Алина и доброе утро. Лица он не различает точно. Вы его любите? Люблю. Ты моя последняя надежда, понимаешь? Последняя. Любить нельзя ненавидеть. Смотрите прямо сейчас. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ